Так, всем доброе утро, дорогие друзья, hello, bonjour, шалом, шалом, всем шалом, кто хочет учить Тору, всем шалом, кто стремится к шлэмуту, всем шалом, кто посещает уроки Ваикра и любит Бога, создателя мира, который сотворил мироздание и сообщил через Тору, как в нем надо жить, что делать, какие заповеди, что такое добро, что такое зло, что такое правильно, что такое неправильно. И когда Бог, Бог это то слово, которым мы привыкли пользоваться на русском языке, но оно, естественно, ни в коем случае не передает даже крохотной, миллигранной части того, о ком идет речь. То есть, слово Бога, это всего лишь три буквы на русском языке БОГ, а на английском это ГАД, вообще ГОД, вообще. Но это вообще понятное дело, что когда мы произносим эти слова, мы имеем в виду того, кто сотворил мироздание и мирозданием управляет. Но какой он, кто он, это чтобы мы постигнуть это в принципе не можем. Мне понравилось выражение, я читал, по-моему, я не помню, любая часть рэба, мне кажется. Он говорит, может ли стол рассуждать о столяре? Как может стол рассуждать, какая огромная разница есть между столом и тем, кто его сделал? Точно так же, как мы в этой аллегории, мы даже, еще одно слышал аллегорию такую, может ли муравей понять устройство Боинга, самолета 747-й Боинг? Он его увидеть даже не может полностью. Так вот, соотношение между человеком и Богом, надо всегда понимать, что мы в ситуации стола по отношению к столяру или муравья по отношению к Боингу. И даже еще меньше. Но мы пытаемся охватить своим разумом как-то с разных сторон, чтобы иметь хоть какое-то представление о Боди, потому что есть известная притча, как пятеро слепых они изучали слона. И один его общупал, говорит, ну я слон, понятное дело, это шланг, он хобот его щупал. Второй говорит, нет, слон это веревка, он его хвост щупал. Третий говорит, нет, слон это колона, я же ее явно, ну вот она, я ее держу. И вот тоже, это тоже аллегория. Поэтому, когда мы говорим о Боди, всегда нужно помнить, всегда нужно помнить, как однажды один римский очень умный человек обратился к рабе Ативе и сказал, Атива, говорит, вот ты веришь в Бога, да? А я, говорит, верю только в то, что я вижу. И я, если бы я увидел Бога, я бы в Него поверил. А просто вот поверить я не могу. Атива, рабе Атива ему говорит, приходи завтра, я тебе покажу Бога. В 12 встречаемся, я тебе покажу. Встречаются они в 12 дня, полдень. И рабе Атива ему говорит, смотри внимательно, вот центр солнца, Израиль, полдень, август месяц, солнце прямо печет. Он ему говорит, смотри внимательно в центр солнца, и через полчаса ты увидишь Бога. Тот говорит, это нереально, я не могу смотреть в центр солнца, это нереально, это просто я секунду не могу смотреть в центр солнца. А рабе Атива на это ему ответил, так как же ты хочешь постигнуть Бога, вообще увидеть Бога, если ты не можешь посмотреть даже в центр солнца, а Бог, он создал миллиарды солнц, это тот, кто дает энергию всему мирозданию. Как ты вообще Бога хочешь увидеть, если ты в солнце не можешь посмотреть? Это все нужно помнить, когда мы изучаем и упоминаем Бога, что Бог, он непостижим. И Бог, он в этом мироздании создал нас, людей, дал нам возможность хотеть его постигнуть. И это то, чем мы должны заниматься, хотя бы попытаться понять, как вообще жить. И царь Соломон, мудрейший из людей, Шлома Амылых, он сын царя Давида, он написал нам специально книгу, которая называется «Притчи Мишлей». Примеры. И вот мы уже первых два отрывка пошли. И первым он представился, сказал, кто он и откуда он знает. Он Шлома, которому Бог дал мудрость, как пророчество, божественный дух. Он сын Давида. Он получил от отца, который был близок к Богу. И он был царь Израиля, который имел доступ ко всем мудрецам, ко всей мудрости. То есть, представляете, как царям хорошо, то есть, они имеют доступ ко всем мудрецам. Теперь дальше. И он нам, теперь он говорит, для чего он, со второго отрывка, он говорит нам, для чего он эту книгу нам дал. Чтобы мы познали. Ледат, это познание. Познание, как то, что ты видишь, ты это познаешь. Чтобы мы познали божественную мудрость, хохму и мусар. Мусар, это нравственность. Система управления своим животным началом называется мусар, нравственность. Когда ты подчиняешь свою животную часть, эмоциональную часть, животную часть, даже инстинктивную часть, ты подчиняешь божественной мудрости, которая является высшей интеллектуальной частью, которая пришла от пророков. Ты должен подчинить, грубо говоря, теории. Вот это тебе хочется кушать, ты видишь, как дерево познания добра и зла, она видела его и хотела скушать. А есть слово нельзя. Кто сказал нельзя? Бог. Как сказал нельзя? Адаму сказал. А он что, Адам? А он передал, что Бог сказал. И вот стоит хава и думает, есть, не есть. Животная сущность ей говорит, ешь, вкусная, красивая. Животная сущность ей говорит, давай, ешь, потому что это змей подсказывает. Бог сказал, что если ты поешь, будешь как Бог, создающий добро и зло. Это зависть. Звучит просто голос Тора. Нельзя. Бог сказал нельзя. Вот это божественная мудрость, которая пришла к нам через слова. И это просто такая теория. Теперь животное, оно идет против этой теории. А мусар, вот эта часть Тора, которая называется нравственность, это инструмент, как психология Торы, как подчинить свое животное своему интеллектуальному. Понятно? Это он нам вначале объяснил вчера. И чтобы мы поняли, Леовин и Мрейбина, он нам еще дает ключи к логике. Царь Соломон, он решил нас обучить через притчи свойства ума, которые называются логика, причинно-следственные связи. Понимать вещь из вещи. Каждый человек, он строит свою реальность, делая выводы. То есть мы получили все какие-то куски информации. Одному сказали нельзя, другому сказали нельзя, третий сказали нельзя. Но каждый делает вывод. Ань, сказали мне нельзя. А кто сказал? А почему сказал? И тут человек начинает строить свою реальность. Настроил, настроил, настроил. О, вот это я настроил. И вот это качество, оно называется бина. И когда ты понимаешь, как оно работает, по-русски это логика, тогда ты можешь уже разбираться, что настроили другие люди своими выводами. И ты можешь в своих выводах тоже начать более хорошо разбираться, понимая, где выводы, где аксиомы, где ты получил от кого-то, ну и так далее. И вот сегодня мы пришли к третьему отрывку. Третий отрывок. Царь Соломон продолжает дальнейшая цель своя. Он нам говорит дальше, как содержание. Что мы узнаем из Мишли? Он говорит так, лакахат мусар аскель. Он говорит, еще вы возьмете из этой книги мусар аскель. Это значит нравственность интеллектуальную, если дословно перевести. Объясняет нам Малбим, что, ну что такое мусар, мы поняли. Первая, нравственность, когда ты можешь подчинить свое животное, держится на страхе. Страх, это самая главная эмоция, которая управляет человеком. Страх пропечатан, прописан в инстинктивном мозге, который вообще, это как компьютер, главная такая часть в человеке, называется инстинктивный мозг, который управляет безусловными рефлексами, которые, ну, они прям заложены в природу человека. И главный рефлекс, это страх, инстинкт самосохранения. Теперь, этот страх, он двигая человека, заставляет его искать себе пищу, искать себе жилища, искать себе, все время запасать себе какие-то, как муравьи, знаешь, они запасают все время себе, они в жизни столько не съедят, сколько они за одно лето запасают. То есть, один муравей запасает за лето себе еды больше, чем он может съесть за всю жизнь. Но он все время эту еду тащит, 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 тащит. Вот так же человек, он все время, он все время надеется, что вот он прям себе на это самое, натащит. Да, это инстинкт самосохранения. Теперь, мусар, когда он действует, первичный мусар, вот этот нравственность, на страхе наказания. Когда ты начинаешь бояться Бога, хозяина мира, когда ты включаешь в себе вот этот страх и говоришь, вот это капец, если я сейчас нарушу заповеди Бога, денег не будет, жилища не будет, здоровья не будет. И вот когда человек начинает бояться, тогда у него появляется стержень, на котором может удержаться Тора и вот может удержаться вот эти все запреты. Тогда он может подумать, да, действительно нельзя чужую жену трогать, да, действительно нельзя там ни кошерное кушать, да, действительно шаббат надо соблюдать, а то я сейчас не буду соблюдать шаббат, а потом в шаббат, у меня сколько знакомых разбилось на машине, невероятное количество разбирок именно в шаббат. Теперь значит, но есть мусар, написано, есть еще высший мусар, нравственность интеллектуальная. Что это за нравственность интеллектуальная? Интеллектуальная нравственность мусар аскель. Это когда интеллектом начинаешь узнавать, есть такое понятие Маосемир Кава, то что называется Кабала, это как Бог управляет миром. Там есть Сферот, этот Божественный Свет, потом есть Маосемир Ишит, как Бог создавал мир. И когда ты узнаешь, как вот этот первичный материал, этот первичный материал разделяется на два материала, из одного создаются духовные миры. Это абсолютно, это представляете, как Бог сумел создать, что это вообще не материальный, ну то есть это не материал. Все духовные миры существуют в каком-то пространстве, но там нет никаких физических, энергетических, материальных проявлений, вообще нет, а оно существует. Можно в это не верить, но я точно так же не верю, что ноликом и единичкой сейчас передается сигнал каким-то ноликом и единичками. Мне все пытались программисты объяснить, как ноликом и единичкой, сейчас я перехожу в Австралию. Я не могу понять, как я перехожу в Австралию через беспроводка единого, у меня сейчас стоит телефон без проводов, ни розетки, ни интернета, ничего. И вот я говорю в эту коробочку, а потом я появляюсь в Австралии. Как? Как? В режиме реального времени. Как? Ноликом и единичком мне говорят, так программисты на меня смотрят, так ты не понимаешь? Я говорю, я не понимаю, но я не понимаю, как? Но тут хотя бы этот нолик-единичка, он идет по каким-то потом проводкам сквозь океан, как-то он идет. А Бог создал духовные миры, где вообще ничего не идет, но они есть. И вот когда ты начинаешь это все узнавать, это называется мусар аскель, то есть интеллектуальные высшие слои, куда ты поднимаешься, и когда у тебя есть уже представление о величии Бога, то ты тоже начинаешь понимать, что духовная и вот эта высшая интеллектуальная часть, она важнее, чем животная часть, и никогда ты не получишь отворения такого удовольствия, как постигая вот эти вот высшие миры. Но это уже, там появляется, это перевод уже не страх, а трепет перед Богом. Так, нам царь Соломон обещает в третьем отрывке первой главы притчей, он говорит, что ты, изучая Мишли притчи, он говорит, ты возьмешь себе вот этот мусар аскель тоже. У тебя появится вот это вот высшее интеллектуальное постижение божественной природы, когда ты будешь изучать притчи. Да, то есть, представляете, то есть есть бина, бина это сообразительность, это умение понимать вещь из вещи. Мусар аскель это высшее постижение высшей реальности, до которого, чтобы подняться, нужно работать и работать. Но царь Соломон обещает нам, что изучая притчи, мы поднимемся на эту высоту. Дальше он говорит следующую вещь нам, ты узнаешь, что такое цедек, справедливость, что такое мишпад, что такое суд, как работает система. Есть справедливость, есть суд, а есть мейшарим. Мейшарим это прямая, прямой путь. Значит, смотрите, что получается. Есть, он создал законы мироздания. Эти законы мироздания работают, и мы видим здесь в материальном мире, мы видим только концовку. Это конец вот этого передаточного механизма, каскадного, в котором идут духовные влияния. На Востоке называют это карма. То есть, ты что-то делаешь, ты создаешь на небе отпечаток в духовном мире, а потом с неба тебе возвращается. Они называют это карма. У нас это называется просто та мера, которую человек меряет, меряют ему. По-простому, да, в Торе прямо написано, медаше адамму дэдбамо дэдим ло. Та мера, которую ты отмеряешь, тебе отмеряется потом. Все понятно. И когда в Торе написано, око за око, зуб за зуб и так далее, глаз за глаз, имеется в виду не то, что если ты выбьешь кому-то глаз, тебе выбьют глаз. Потому что по закону не выбивают глаз тому, кто выбил глаз. Но имеется в виду, тебе вернется ровно той же мерой. Потому что если ты выбил глаз двуглазому, то это одно дело. А если ты выбил глаз одноглазому, это другое дело. Если ты выбил глаз осознанно, это одно дело. Если ты выбил глаз неосознанно, это другое дело. И когда говорится глаз за глаз, имеется в виду, что на небе точно, абсолютно точно, измеряется глубина и сила каждого нашего поступка и откладывается там, все откладывается. Светлана Карачева из Израиля говорит, что опять сирена, дай бог, чтобы всем хорошим людям было добро, а все злодеи, которые хотят сделать зло другим людям, чтобы их зло на них вернется. И чтобы то зло, которое они делают, запуская эти ракеты, оно на них же и вернется. То есть это факт. А понятно, да? Что посеешь, что и пожнешь, правильно. Значит, они сеют ракеты, пожнут ракеты, это факт. Пожнут ракеты и посерьезнее, чем они послают. Значит, двигаемся дальше. Есть то, что называется мера за меру, это мишпад, это суд, все идет честно. Теперь, ну есть такое понятие, как цедек, справедливость. Справедливость, слово цедек переводится справедливость, но цдака, это когда ты помогаешь. И объясняет Малбим, что цедек, это когда ты делаешь больше, чем по закону. Например, вот у меня сейчас есть ситуация, когда кто-то мне должен был сделать работу. Мы с ним договорились, но он эту работу не сделал. И он думает, что он ее не сделал, потому что не надо было ее делать. Ну, в общем, неважно, есть некая спорная ситуация. По закону я ему не должен платить за работу. Но я для себя так думаю, он там человек, у него нет сейчас денег, например. Нет у него сейчас денег. И если я ему сейчас не заплачу эту сумму, это будет для него очень чувствительно и больно. А для меня, если я ему заплачу, то я эту сумму, ну, это для меня не будет настолько принципиально, ну, в моей там жизненной ситуации. Теперь я думаю, как мне с ним поступить? Если по закону, то я ему не должен заплатить. Если не по закону, а по справедливости. Я же хочу, чтобы Бог мне давал больше, чем я делаю. То я, конечно, ему дам, пускай ему будет хорошо. Я для себя делаю выводы, лично я, что в следующий раз надо четко договариваться конкретно о том, ну, что является признаками принятия работы, чтобы у человека не было по отношению ко мне лишних ожиданий. В этом случае можно сказать, что я потерял. С какой-то стороны можно сказать, что я потерял. Но со стороны духовной и божественной я поступил, я считаю, очень по, это называется, цедек, по справедливости. То есть выше, чем по суду. То есть я сделал больше, чем должен был. И, значит, надеюсь, что Бог также будет смотреть на меня. Что посеешь, что и пожнешь. Понятно, да, идея? Теперь дальше. Дальше с помощью этой книги, мы сейчас третий отрывок, мы узнаем. Первое, мы узнаем высшее, высшее, как Бог работает, как Он устроил этот мир. Мусар Аскель. Мы узнаем, что такое справедливость, что такое суд и что такое золотая середина. Как находить вот эту вот золотую середину. Это был третий отрывок. Четвертый отрывок. Латет ли птаим арма. Царь Соломон научит нас. Есть люди, которые называются птаим. Птаим это наивные. Наивные. Есть люди наивные, всему верят. Вот они сидят возле телевизора, слушают новости и верят. Это называется наивные. То есть они конкретно, что слышу, тому и верю. Он говорит, царь Соломон, что мы таким людям дадим вот этим наивным арма. Арма это хитрость. Хитрость это, там в детском саду, я помню меня всегда, с детского сада мне говорили, ты хитрый. А я им говорил, я не хитрый. Почему я хитрый? Я так плакал, потому что хитрость это считается как оскорбление, это плохое качество. Но давайте посмотрим, что такое хитрость, если возьмем синоним хитрости. Давайте подберем синоним слову хитрость. Что такое хитрость? Хитрость это, для меня лично, это умение находить короткий путь в каждой ситуации. Хитрость это качество, которое позволяет увидеть глубже, чем внешний слой событий. Это хитрость. Например, я играл в шашки. Я играл в шашки и в шашках у меня русские шашки. Там есть такая, как бы вся суть игры. Ты расставляешь свои шашечки и потом даешь ему, чтобы он побил твою одну, иногда две твоих. Он думает, ну классно, я побил. А ты потом бьешь две или три. Это хитрость. Это хитрость. Вот это называется хитрость. Это неплохо. Так вот, царь Соломон, он говорит, я с помощью этой книги Мишли, Мишли, примеры, я вам на примерах научу наивных хитростей. Не будьте, он говорит, наивными, не будьте простодушными, не верьте тому, что вам говорят вот эти первые слои там. Научитесь быть хитрыми. Хитрый это тот, кто видит изнанку вещей. Видит на два-три слоя глубже. Это то, что он нам даст в Мишли. Значит, и еще, что он нам обещает. Ли наар даат умазима. Кто такой наар? Наар это подросток. Он говорит, я дам подросткам. И добавляет еще два качества интересных. Даат. Даат, мы уже знаем, что такое даат. Даат это познание, когда ты видишь органами чувств. То есть, ты именно пощупал, узнал. То есть, ты это знаешь на сто процентов. Познание. Он говорит, я дам подросткам. Есть подростки очень умные. У меня, например, там старший сын или Шама, да? Он подросток, ему 19 лет. Но он просидел из этих 19 лет, с 5 лет до 19, это уже 14 лет, просидел в Яшиве. В Яшиве он сидел и учил Тору, значит, с 5 лет в Хедере, потом в Яшиве. И вот сейчас ему 19 лет. Он подросток, он очень умный, у него мышление там 8-слойное, то есть, он может, ну, из-за того, что он учит Талмуд, у него интеллект развит очень сильно. Но это все теория. Когда он столкнется с жизнью и применит эту теорию, у него появится то, что называется познание, житейский опыт. Это познание. И царь Салмон говорит, не надо, говорит, даже не надо жизнь проходить. Я вам в этой книге, в притчах, это он обещает нам в четвертом отрывке, я дам подростку вот это вот познание жизни. Я вам покажу, что такое сущность жизни, и у вас появится опыт. Он здесь открывает, все открывает. Как работает мир, кто такие женщины, как относиться к женщинам, семья, деньги, друзья. Там все, про все он говорит в притчах, про абсолютно все, алкоголь. Нет аспекта, который бы он не затронул и не раскрыл его сущность глубокую. Теперь смотрите, давайте полностью четвертый отрывок прочтем. Значит, цель книги-притчи царя Соломона, латет ли птаим арма, дать наивным хитрость. Ленар, подросткам, которые знают теоретически жизнь, дать познание жизни у Мазима. Мазима это, знаете, есть вот такие люди уже опытные. Опытные, которые жизнь прожили, такие прямо, и они вот уже видят суть вещей. Вот это вот Мазима, это прямо вот такая вот, я даже не знаю, как перевести на русский, Мазима, подросткам дать познание жизни, опыт, а Мазима это такая глубинная намеренность. То есть он уже понимает намерения каждого, и если он уже что-то делает, он это делает уже только с глубоким намерением. То есть у него намерение просчитано, он не делает действие просто так. Знаете, есть такие люди вот опытные, у него все, мне как-то один из бизнесменов описывал Коломойского. Вот он говорит, Коломойский похож на льва, Игорь Валерьевич, он похож на льва такого настоящего. Вот он сидит, смотрит, смотрит, а у него прямо продумано все глубоко-глубоко, у него есть четкое понимание, намерение, и он идет по своей какой-то игре, которую внешние люди даже представить не могут. И он вот так вот сидит, ждет, выстраивает, 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 и все, как лев. Лев охотится час в день. Все, час в день, остальное время он лежит, отдыхает и смотрит. Вот это вот качество Мазима, намеренность. То есть есть глубинное понимание своего пути и того, что ты будешь делать. Вот то, что нам обещает царь Соломон, что мы получим, изучая глубоко книгу-притча. Значит, мы два отрывка прошли, давайте сделаем вывод. Значит, мы сегодня поняли, что есть качество ума, которое называется нравственность высшего порядка, и она возникает, мусара скель на иврите, она возникает, когда ты начинаешь глубинно постигать замысел Бога, как Бог сотворял мир, как Бог миром управляет. Это возникает трепет перед Богом, который называется нравственность высшего порядка. Есть нравственность нижнего порядка, которая базируется на страхе наказания. Это мусар, который базируется на страхе. И есть нравственность высшего порядка, которая базируется на понимании замысла и величия Всевышнего. И когда ты интеллектом это постигаешь, то, как говорят, что твоя жизнь больше не будет прежней. Когда ты понимаешь суть человека в этом мире, когда ты видишь мир глобально, мироздание и так далее, то есть это мусараскель, мы узнали, что есть такое понятие. Мы узнали разницу между наивный и хитрый. Наивный это однослойный, который верит всему, хитрый это тот, который не верит ничему, и почему не верит ничему, потому что он видит изнанку вещей, и он может раскусить хитрость в других. То есть это очень важно. Быть хитрым важно не для того, чтобы обманывать. Наоборот, быть хитрым важно для того, чтобы видеть обман других. Потому что если ты не хитрый, если ты не понимаешь, что есть внешнее, ну как бы есть то, что люди показывают, а есть то, что они имеют в виду и так далее. То есть хитрый человек это не обязательно тот, у которого намерение делать зло. То есть есть добрый человек и хитрый, есть злой человек и хитрый. Есть человек, который использует хитрость для хороших дел, чтобы выиграть шашки, например. А есть человек, который использует хитрость для плохих дел, понятно. Теперь значит, мы изучили разницу между наивностью и хитростью. И третье мы изучили разницу между подростковой, подростковой такой теоретической, теоретическим знанием мира и есть уже познание мира. Когда ты на базе опыта мир познал. А мы зима это когда у тебя есть глубинное намерение, которое ты выстраиваешь долгими какими-то, ну схемами, да. Это мы зима, намеренность такая. Вот мы зима это намеренность. Когда у тебя есть глубинное намерение и ты на это намерение осознанно выстраиваешь события. Вот. Слава Богу, мы закончили сегодняшний урок, второй урок по книге Мишли. Два отрывка примерно мы будем идти достаточно медленно, потому что это вы видите, какая глубинная книга и насколько она полезная. И есть, слава Богу, уже есть распечатки на каждую, вот есть перевод, есть я когда-то делал, что я понял для себя. И там есть место для ваших выводов. Я вам советую еще после урока посмотреть перевод, посмотреть объяснение, там коротко я написал, и сделать свои собственные выводы, на что это вас наводит, на какие мысли и что вы собираетесь сделать. И после этого начните применять то, что вы собираетесь сделать, и с Божьей помощью жизнь наша станет все лучше и лучше, потому что тот, кто живет, выполняя волю Бога, когда вам что-то будет нужно, Бог выполнит вашу волю. Тот, кто живет только ради себя, выполняет только свои пожелания, пусть сам себе и помогает, и все. Поэтому учим Тору, выполняем заповеди Бога, и с Божьей помощью у вас будет все великолепно. Все, напишите свои выводы. Всем пока, удачи, успехов, прекрасного дня.